Доброе утро! У нас сейчас самая полнолуние и необычный расклад к себе, которую я давно хотела сделать такой оракул, как он давал. Но вопрос «да» или «нет» должен быть чётко сформулирован. Можете задать два варианта, не больше. Я выбираю «зелёный алтарь» и «зелёная таро», потому что такой цвет молодых крокодилов, именно «молодой крокодил» — лицетворение счастливой судьбы. Ну, вернее, не лицетворение. Как я уже говорила, он 10-й аркан колеса «Фортуна». Это снято с фресок в его храме, с его статуи изображения. Только ангелы поменяли со змеёй, ну и сказели, конечно. Но в целом это его, он судьба. Так вот, молодой крокодил, в молодом крокодиле, он счастливая судьба. Мы берём под свет, и по египетскому магии обычаи он становится тяжёлым. На момент ответа, или когда он выбирает, вот чувствуете, от какой-то карты тяжесть, или ещё он тянулся, какой потянет. Можете ему задать один или два вопроса, не больше. Или использовать как бы во второй раз, через какой-то момент. Вот вы задали вопрос, прошёл там час-два, три, вы можете задать следующий вопрос, ну и так далее. Но ни в коем случае не сразу. Вот выбирайте карту, которая вас потянет или взгляд, или тяжесть. Не торопитесь, ставьте на паузу, смотрите спокойно. Я воспользуюсь его ответом. Он готов ответить. Полнолуние, в общем-то, ему не близко, но тем не менее. Я очень давно собиралась. И сейчас завершается Новый год как раз египетский. Мне хочется спросить именно Сибека. Воспользоваться его талантом. Так что сформулируйте ваш вопрос. Если у вас два, вот перенесите на пару часов. Когда вас потянет на другой карте. Ставьте видео на паузу, а я открываю карту. У нас первый вариант. Девятка Пентакли перевернутая между Луной и Силой. Он говорит, что да, однозначно да. Ваше желание в материальной сфере, в здоровье исполнится. Ну и если вы угадали свой вариант, это касается вашего здоровья или материальной сферы. Оно исполнится однозначно, но не так быстро, как вам хотелось бы. И еще он сказал улучшение здоровья. Первый вариант. Это он добавил от себя. Вот такой первый вариант. И мы переходим ко второму. Второй вариант. Сила перевернутая. Он сказал, да, но будьте готовы к трудному пути. Вам на этом пути выпадет больше испытаний, чем вы представляете, чем вы хотели бы. Начиная свой путь, вам придется от очень многого отказаться. Те, кто идет путем силы, путем течения событий, очень часто оказывается, что все не так легко. Ну да, однозначно. Вам ответ да. Мы переходим к третьему варианту. Третий вариант. Рыцарь мечей. Тут ответ однозначно нет. Но если вы спрашивали, прекратится ли что-то, перестанет, то прекратится и перестанет. Уйдет ли человек? Пройдет ли у вас болезнь? Да, пройдет. В этом случае, да, а все остальные вопросы нет. Если вы хотите от чего-то избавиться или прекратить, тут ответ да. Если что-то другое, третий вариант, он однозначно говорит нет и ненавидитесь даже. Оставьте эту пустую затею. Такой у нас третий вариант, и мы переходим к четвертому. У нас четвертый вариант. Десятка кубков перевернут. Он сказал, да, однозначно, но не в такой мере, как вы рассчитываете. Желание ваше исполнится, особенно в личной сфере. Или то, чего вы очень долго хотели. И с этим связаны ваши эмоции. Насчет свадьбы, да, после развода вас ждет свадьба. После разлуки тоже ждет свадьба. Тут рядом рыцарь мечей, вы с кем-то расстались. Но в любом случае, после потери, вы обретете новое, радостное. Иногда это возврат каких-то хороших времен и былых мечтаний. Но ваш вариант четвертый, да, однозначно. Не забудьте поблагодарить, а мы переходим. Если вы судьбу не будете благодарить, она мстительная. Мы прощаемся и переходим к пятому варианту. У нас пятый вариант. Суд. Нет. Однозначно нет. Единственное, если это касается юридических каких-то дел, они разрешатся очень благоприятно. Все, что связано с оформлениями бумагами, очень благоприятно. Но внизу стоит императрица. Ей подсказывает, что надейтесь, и надежды сбудутся. Через какое-то время. В другом вам повезет. Но пока однозначно нет. Все заморожено. Вам повезет, но в другом, он сказал. Вот такой пятый вариант. Не забудьте поблагодарить. Мы прощаемся. Переходим к шестому. У нас шестой вариант. Луна. Все, что касается семьи и дома, переезда, ваши планы сбудутся. Или в смысле пережить что-то. Пережить опасную ситуацию, врагов, приобрести дом, уехать за границу, наладить семью, это сбывается. Все остальное не сбудется. Пустые сны и мечтания. Он сказал. Не забудьте ему сказать спасибо. Мы прощаемся. Переходим к седьмому варианту. Седьмой вариант. Тут карта высших сил. Он сказал. В принципе, да. Судьба вам покровительствует. Вам открыты все дороги, но от вас зависит, сможете вы это сделать или не сможете. В ваших лет и силах это напоминает. Второй вариант. Хватит ли у вас сил это преодолеть? Тут надо очень много работы для вашего желания. У вас есть все возможности для него, но хватит ли у вас сил и терпения это доделать? Вот такой у нас седьмой вариант. Мы прощаемся и переходим к восьмому. Восьмой вариант. Это его карта колесо фортуны. Она перевернута. Он сказал однозначно нет. А сейчас нет и нет никаких шансов даже. Колесо фортуны повернулось не в вашу пользу. Пока нет. Это не говорится, что оно в будущем не может сбыться. Когда колесо фортуны повернется. Но сейчас его мах идет вниз. Вот такой у нас восьмой вариант. Не забудьте ему сказать спасибо. Мы прощаемся и переходим к девятому. У нас девятый вариант. Паш кубков перевернутый. Он сказал сбудется только в том, что касается вашей личной жизни. И вашей уютной жизни и покоя. Паш кубков перевернутый. Спокойная жизнь, легкая, да. Счастливые конфеты, красивая одежда, красивые свидания. Это сбудется. Но это уже очень много. Это, можно сказать, выигрышная карта. Судьбы, любить и быть любимым. Все остальное, эта карта ничего не обещает. Ваши желания сейчас, остальные не сбудутся. Но зато вы вытянули кое-что другое. Вот что сказал Сибек. Не забудьте ему сказать спасибо. И мы прощаемся, переходим к последней карте. У нас последняя карта императрицы перевернута. Однозначно да, он сказал. Сто процентов да. Чтобы вы не загадали, тут сбудется бизнес, любовь, карьера, успех, удача. Но не в том объеме, как вы ожидали. А в личной жизни позже. Наладится, чем вы хотели бы. Потому что императрица перевернута. Но тут однозначно, что вы в социуме хотите быть. Вам выпала самая счастливая карта. Однозначно да. Тут бесспорно. Последний вариант. Десятый. Мы вытащили золотую карту колоды. Золотую. А в данном случае, так как вы упрошаете судьбы, золотую карту судьбы. Вы счастливчик. Если вам выпала императрица, вы уже счастливчик. Не ждите просто момента. У вас все будет исполняться. Но дольше, чем вам хотелось бы. И не в том объеме. Если бы она была прямая, то был бы полный объем. Тот, чего вы хотите. Вот такой был расклад. Не забудьте его поблагодарить. И мы прощаемся.